Спонсором этого выпуска является видеорегистратор с GPS-информированием от компании PlayMe. Модель называется Quant, цена которого 7490 рублей. Но по промокоду MASHKO вы получите дополнительную скидку в размере 15%. Это действительно толковая вещь, на которую стоит обратить внимание. И вот почему. В комплект входит все самое необходимое. Сам видеорегистратор, крепление для лобового стекла и провод. Провод длинный для того, чтобы вы могли сделать скрытую установку. Как это выглядит? Вы просто посмотрите. Он помещается мне в руку. Здесь идет магнитное крепление. Определяем место, где будет висеть наш видеорегистратор и крепим. И действительно очень удобно крепить. Он встает сам. Когда вы уходите, вы можете его снять. Более того, это версия со встроенным аккумулятором. Это действительно круто. Объясню. Угол обзора у нас 140 градусов. Все, что происходит на дороге, это будет попадать в кадр. И самое главное, что не дай бог что-то произошло. Мы можем его спокойно снять. Выходим на улицу. И что мы делаем? Подснимаем. Ну, допустим, не дай бог что-то где-то притерли. Ага, это можно будет потом увидеть и передать. GPS информирование. Что это такое, если вдруг кто-то забыл? Когда вы едете по трассе и приближаетесь к камерам, постам ДПС, он вам будет об этом говорить. Светосильный объектив, состоящий из стеклянных линз, дает превосходное качество. Самое главное, что и днем, и в солнечную погоду, и в пасмурную погоду, и в ночное время он все хорошо записывает. Более того, любой знак на автомобиле будет читаемый. Видеорегистратор с GPS информированием от компании PlayMe, модель Кван. Цена которого 7 490 рублей, но по промокоду МАШКО вы получаете дополнительную 15% скидку. Это ровно то, что нужно каждому автомобилисту по соотношению цена-качество. Ссылочка ждет вас в описании, по которой вы можете ознакомиться с подробными характеристиками устройства. Покупайте смело, продукт за свои деньги вас точно не разочарует. Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет с вами невыдуманная жизненная история. Передвигаясь по городу, вы частенько можете видеть знаки аварийные, где люди врезались, легкие притертости, стоят, ждут ЕБДД. Казалось бы, что нового можно рассказать, что вот столкнулся человек с человеком. Ну подумаешь, если ОСАГО, то все хорошо, все за тебя заплатят. Но сегодня у нас ситуация нестандартная. В Москву прилетел Степан, это человек, который проживает в Чебоксарах. Молодой парень, он там работает таксистом. И вот он нам расскажет такую ситуацию, которую каждому из нас нужно намотать на ус. Я уже знаю эту историю и поэтому считаю, что она заслушивает вашего внимания. Давайте я вас с ним познакомлю. Степан приехал в Чебоксар, Степану 27 лет. Степ, расскажи, пожалуйста, обычный трудовой рабочий день. 2 января, передвигаешься по городу, что произошло? Заехал на заправку, заправиться газом, промышленная территория, узкий проезд. Снег был рыхлым, гололед под рыхлым снегом. Впереди двигалась машина, дистанция была приличная, я соблюдал дистанцию. Вдруг он резко тормозит, испугавшись другого автомобилиста, который вырулил очень резко из угла. Я тоже резко по тормозам, а машина катится по гололеду. И в итоге догоняю максимум, ориентировочно, километров 10 в час. По сути, ты виноват, потому что ты не соблюдал дистанцию. В правилах дорожного движения четко написано, что нужно соблюдать ровно столько, чтобы в этой ситуации ты успел тормозиться. Далее вы выходите, посмотрели, что есть повреждения, разбит задний бампер. Почему вы не стали вызывать ГИБДД? Я подумал, что это обойдется дорого, даже с учетом скидки 50%. Подумал, что проще вызвать и быстрее аварийного комиссара. Молодой побоялся, что вызовет гаишников. На самом деле, если бы ты их вызвал, то примерно штраф бы у тебя был за несоблюдение дистанции рублей 800. Да, собственно, и все. Но что произошло дальше? Вы вызвали аварийного комиссара. Сколько денег он с тебя взял? Я вызвал аварийного комиссара. Услуга стоила 1000 рублей. Так. Без скидок, соответственно. Вписали все повреждения мои с передней части, его с задней части. При этом он вписал все свои старые повреждения. А вот здесь начинается нюанс. Обращаю ваше внимание, что вот я вам нажимаю стоп-кадр. Видно, что автомобиль, в который въехал Степан, уже был битый в заднюю часть. Возможно, он где-то сдавал на парковке. То есть неизвестно, откуда эти были повреждения. Но что делает человек? Первый человек, к которому въехали в заднюю часть. Он аварийному комиссару указал на все повреждения. Степ, покажи, пожалуйста, что там за повреждения. Так, вот здесь написано задний бампер. Экспертное заключение, да, есть. И вот такой аварийный бланк есть, где прям перечислено по пунктам, что входит в эти повреждения. Насколько была сильно разбита машина. Ну, понятное дело, что список здесь большой. Сама интересная ситуация, это в цифрах. Что изначально насчитали 118 тысяч рублей за стоимость восстановительного ремонта. Но с учетом износа приходит 78 тысяч рублей. А что приходит? В один прекрасный день ты получил исковое заявление от страховой компании. Как это? Почему это? У тебя же была ОСАГО. Пришел такой толстый документ, толстая пачка документов, толстая папочка. Очень удивилась, открыл и очень сильно разочаровалась. Дело в том, что у меня был полис. Полис был поддельный. Ну, как для предъявления для ГАИшников, да. Оформлен был на воронежского какого-то тракториста. Там за 400 рублей себе стоимость где-то там. Мне в страховой компании потом сказали. Но важный момент, чтобы вы понимали. Он работал в такси на машине, которую он брал в аренду. Это не говорит о том, что он сделал этот левый полис. Человек, который сдает ему машину в аренду, он ему давал полис, который был без ограничений. То есть он мог бы спокойно передвигаться. Когда ты об этом узнал, ты сказал об этом собственнику автомобиля, что у вас левый полис был? Как он отреагировал и что он сказал по этому поводу? Он удивился то, что полис был поддельным. Он оформлял полис на каком-то сайте. Сейчас он уже не помнит где и когда. И ссылка не сохранилась. Вот это, друзья, очень важно. Многие, даже известные автоблогеры, бывают такое, что вляпываются в ситуацию, когда заказывают полиса, им привозят, а потом выясняется то, что в этот момент его продают двум людям. Либо же это какой-то недействительный полис. Это важно. Казалось бы, он передвигался, все ок, гаишник остановит, все есть, все нормально. А потом получаешь исковое заявление. Какие выводы сразу на этом этапе нужно делать? Если вдруг, не дай бог, копируете ситуацию под себя, вы в кого-то когда-то врежетесь, вы выходите сразу оценивать ситуацию, был ли автомобиль поврежден до вас. Потому что сейчас, в силу того, что этот полис поддельный, страховая компания говорит, что ты должен заплатить им 78 тысяч рублей. Да, вот пришло такое исковое заявление о возмещении ущерба в порядке регресса. И здесь цена иска 78 тысяч 700 рублей. Плюс госпошлина 2,5. И плюс самое интересное дальше, что у тебя уже есть техническая экспертиза, которую назначил суд, где все это посчитали. Правильно? Да. И кто будет платить за эту экспертизу судебную? Экспертное заключение, вот насчитал эту сумму, о которой мы говорили, отдельную независимую экспертизу я еще не заказывал, но судья говорит, что оплачивать я должен сам с своего кармана. Не страховая компания, не истец, а ответчики. А ты знаешь, сколько она стоит? Ну, я вот предварительно уточнял около 15 тысяч. 15 тысяч, примерно, да. Она так примерно плюс-минус и стоит. Да. Соответственно, что тебя ожидает впереди? Теперь знаешь, вот по вот этим всем документам, как у тебя будут разворачиваться события? Ну, я так полагаю, если мы заказываем независимую оценку несоответствий повреждений, максимально по имеющимся материалам, по видео, по фотографиям, которые у меня остались с момента ДТП, независимый эксперт посмотрит, посчитает предварительно примерную сумму и разницу в повреждениях и вынесет какое-то свое осуждение и примерную сумму хотя бы сообщит. Ну, меньшую, чем 78, наверняка. Друзья, на самом деле здесь будет огромный геморрой. В силу того, что суд, это не быстро. Мы уже подобные ситуации снимали. Это может развиваться год, а то и два. Это раз. Второй момент. Если первый человек, в кого он въехал, уже машину отремонтировал, то, соответственно, придя вживую, там уже что-то сделать будет сложно. Во-вторых, если этот эксперт скажет, что здесь не на 78, а на 50 тысяч рублей, тот человек может оспорить, сказать, как это так было больше. Но тот человек, это уже, в частности, страховая компания, они могут с этим не согласиться. И, соответственно, за эксперта 15 тысяч на тебя, 2,5 тысяч вот эти госпошлины на тебя. В итоге, если вы сойдетесь на том, что 70 тысяч рублей, условно, сюда же плюсуем, и того, простая математика, порядка 90 тысяч рублей, это на тебя. Тебя в любом случае обяжут это выплачивать. Твои выводы какие в этой ситуации? Что бы ты хотел людям сказать по этому вопросу? Моя ошибка в том, что я подписал бланк аварийного комиссара. Я подписал за свои повреждения, он подписал за свои повреждения. Но подпись за мои повреждения, это подразумевает согласие за все совместные повреждения. И у меня, и у него. Я на тот момент об этом как бы особо не задумался. Я был немножко напуган, как бы, и после ДТП, ну, такое состояние взволнованное было. И особо об этом даже не думал. Второй участник ДТП и аварийный комиссар, они тебе хоть что-то об этом говорили, что смотри, вот есть другие повреждения, которые сделал не ты. Они как-то про это проговаривали, спрашивали твое согласие на то, что указать здесь? Или как? Насколько помню, не проговаривали. Как бы все это, ну, быстро мы оформили, быстро разъехались и все. И забыли, в принципе. Потому что у меня есть полис, у него есть полис. И мы думали, что страховые компании все разрулили между собой. Но у меня полис оказался поддельным и все ложится на меня. С собственником автомобиля, ты поднимал этот вопрос. Не ты же виноват, по сути, что у него поддельный полис. Как бы ты берешь машину в аренду. Он тебе что по этому поводу сказал? Ну, плати, как-то помогать он тебе в этом вопросе будет частично. Мы такой момент не обговаривали, на самом деле. В принципе, он должен, конечно, был полис реальный, не поддельный, как бы, заказывать. Но доля какая-то ответственности должна быть на нем, по идее. Ну, то есть, не то, что он должен быть какие-то деньги платить, да, за данное ДТП. Вот смотрите просто, что нужно вынести из этой ситуации. Делайте полис, где-то вы заказали на стороне. Обязательно через базу РСА нужно проверять, есть ли этот полис и действует ли он на вас. Раз. Второй момент. Не дай бог, вы попали в ДТП, в кого-то въехали. Первым делом нужно успокоиться, выйти сразу, осмотреть автомобиль, понять, точно ли все повреждения ваши. Когда вам дают что-то подписывать, состояние аффекта, отвлекаться, разговаривать по телефону, ходить вот так вот подписывать. Не нужно. Нужно вникать в документы, читать, смотреть, спрашивать, какая ответственность, что, как происходит. Это очень важно. В противном случае вот такая картина происходит. В тот же момент, сегодня очень много людей берут в аренду машины, берут в аренду машины для работы в такси, парни. Вот смотрите внимательно и запоминайте, что может с вами происходить. Я никаких манипуляций делать не буду. Машину отремонтирую, да, чисто по-человечески, вас жалко о том, что липовый полис, вы не знали, катали. Чисто по-человечески жалко. А с другой стороны, меня кто будет жалеть? Вот человек вот сейчас в бега подастся, кто меня будет жалеть? Мне с своего кармана надо будет вытягивать эту жопу вытаскивать? Я понимаю, что это не я вот этого подал, с его жопой. А я что-то попал. У меня визиозапись в регистраторе есть, потому что она полностью с жопу битая была. Отлично, отлично. Я не просто так делаю на этом акцент, я не просто так беру, эти ситуации показываю. Потому что сегодня, когда у вас все хорошо, вы сейчас сидите, чай там попиваете, ваша машина стоит, все классно. Скажете, а, молодой, сам виноват. Такая ситуация может произойти с каждым. Тем более впереди у нас зима, поэтому наматывайте на ус. Друзья, Степан, проживая в Чебоксарах, работает в такси, вешает видеорегистратор. Наснимал столько сюжетов, что аж создал свой канал в качестве благодарности. Я об этом сейчас озвучиваю, говорю. Что там у тебя? Драки происходят? Очень много конфликтов. Ни один раз были в полиции. Потрачено 3-4 перцовых баллончика. Очень много конфликтов бывало с пассажирами. Все-таки региональные клиенты отличаются от столичных. И будет интересно посмотреть. Но ты сейчас снимаешь? Сейчас ролики какие-то выходят? Периодически. Сейчас порежем. Сработай. Друзья, в качестве благодарности оставляем ссылку в описании на Степана за то, что он приехал, рассказал эту информацию. На самом деле можно было бы попробовать пересказывать все за него, но человек изъявил желание приехать в Москву. Говорит, я хочу донести людям полезную информацию. Вот я больше чем уверен, 90% из вас ни разу не проверяли свое ОСАГО. Настоящее оно, действительно оно, точно ли оно оформлено на вас. Это нужно сделать, это для вас же будет полезно. Вот казалось бы, да, лед врезался, мало того, что встрял в силу того, что неправильно оформили ДТП, так еще потом выясняется то, что через 2-3 месяца тебе иск приносят. А сейчас вот бегай по судам, доказывай. Его позиция основная следующая, что на видео видно, что когда он въезжал в автомобиль, там уже были повреждения. Но при этом ему вот дают ответы о том, что по фото, видеофиксации невозможно подтвердить и установить, в каком состоянии действительно был автомобиль. То бишь, вот теперь бегай и доказывай, что ты не индюк, что ты на самом деле повредил только бампер, и ты должен заплатить там 10-15 тысяч рублей. Поэтому, друзья, чтобы вот в таких ситуациях не оказаться, запомните просто раз и навсегда, что в любой ситуации неприятный. В первую очередь, спокойствие, и дальше все детально проверяете, смотрите. Я надеюсь, этот ролик был для вас полезным, информация действительно актуальна, каждый из нас может так оказаться. Ссылочку на его канал оставляем в описании, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на инстаграм-канал, дальше будет больше интересных сюжетов. До новых встреч, всем пока-пока!